Во всем виноваты несовершенные законы, считают чиновники Петрозаводской мэрии. Но из-за их расторопности Карелия может потерять 600 миллионов рублей. Если они не будут предлагать хорошую заработную плату, хорошие условия, то уедут из Карелии ребята. За рабочую силу в Карелии идет борьба. Республика нуждается в тех, кто умеет работать не только головой. Улица Парковая для горожан превратилась в непреодолимую полосу препятствий. Потоки воды, сгоревшая фура и очень неосторожные водители. Таким увидел Петрозаводск сегодня наш дежурный по городу. Здравствуйте. Новости на телеканале НЕКОПЛЮС. В студии Ольга Пименкова. В Карелии над акваторией Ладожского озера пройдут масштабные учения истребительной, штурмовой и армейской авиации. Полеты в рамках учений западного военного округа Ладога-2013 начнутся в нашей республике уже на следующей неделе. Услышать рев истребителей смогут жители Петкеранского и Лахденпохского районов. А пока начались подготовительные полеты. Проходят они одновременно в нашей республике, в Ленинградской, Смоленской и Тверской областях. В подготовке к летно-тактическим учениям принимают участие более тысячи военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов. В течение этой недели летчикам западного военного округа предстоят интенсивные полеты. Участники тренировок отработают полеты с дозаправкой в воздухе, посадку на незнакомые аэродромы, воздушную разведку, прикрытие с воздуха и уничтожение наземных и воздушных целей. Так что услышите рев истребителей, не пугайтесь. Карелия может потерять 600 миллионов рублей из-за пассивности собственной столицы. Петрозаводск не может освоить деньги, выделенные федеральным центром, на переселение людей из аварийного фонда. В администрации города считают дело в несовершенстве федеральных законов. Петрозаводск стал ахиллесовой пятой в программе по переселению горожан из аварийного жилого фонда. Город никак не может освоить выделенные 113 миллионов федеральных рублей. Из них потрачено только 10. Как сообщил главный архитектор Петрозаводска Владислав Куспак, все дело в том, что оборотных средств у строительных компаний нет или их очень мало. А по условиям программы платить за работу можно только по окончании хотя бы одной очереди строительства. Надо понимать, что, допустим, 94 ФСЗ, ну, это просто та петля, которая нас душит. Понимаете, вот приходят люди, мы видим, смотрим их по спискам, да, они не значатся в списке, да, организации, которые не имеют права. Но в то же время не имеют ни оборотного капитала, у них даже нет возможности расселить людей. Люди живут у них в вагончиках, то есть фирма пока не отказывается работать реально. Но если бы мы могли, допустим, я не знаю, условно говоря, не в рамках этого закона, да, найти возможность кредитовать их хотя бы, я думаю, что тогда бы это реально было совершенно завершение этого объекта. А между тем страдает вся республика. Карелия рискует остаться без 600 миллионов рублей на расселение в будущем году, поскольку не освоены средства, выделенные по программе в прошлый раз. Мы весь прошлый год боролись именно с завершением программы 10-го года. И только мы уже в июле вынуждены были вернуть все денежные средства. И даже республика долю Прионерского муниципального района взяла на себя и вернула в фонд содействия, чтобы открыть финансирование по программам 11-го и 12-го годов. Я могу сказать, что по программам 11-го года 70% средств пришли в ноябре, да, а по программам 12-го года деньги пришли 28-го декабря. И мы их перечисляли только потому, что вот мы не успевались. То есть я не хотелось бы, чтобы в этом году повторилась ситуация. Депутаты предложили Петрозаводску вернуть деньги в фонд реформирования ЖКХ. Тогда можно будет получить 600 миллионов уже в августе и спокойно продолжать строительство. Решение за администрацией города, которое пока не собирается снимать со своих счетов 100 федеральных миллионов. Детский дом номер 4 не закроют, даже несмотря на то, что сирот в Петрозаводске с каждым годом становится все меньше. Забыв на время политические разногласия, женщины-депутаты всех фракций Петросовета и Республиканского парламента встретились, чтобы обсудить проблемы детей, оставшихся без попечения родителей. Свидетелем этой встречи стал Александр Лычагин. Оставив политические споры за дверью, влиятельные дамы карельской столицы поговорили о сиротах, воспитывающихся в детских домах. И с одобрением отметили, что таких детей становится все меньше, особенно в Петрозаводске. Еще несколько лет назад в приютах карельской столицы находились 198 детей, в этом году всего 127. Как объясняют специалисты, юных петрозаводчан стали активнее брать в семьи. При этом из 44 ребят, которым удалось найти новых родителей, 29 живут в России, остальные 15 за рубежом. К слову, за последних государство переживает особенно инструментов грамотного и эффективного мониторинга заграничных семей в настоящее время нет. Мы можем требовать лишь отчеты. Вначале это два раза в год, потом раз в год и так далее. То есть механизмов влияния на ситуацию нет. И здесь есть, конечно, что обсуждать, здесь есть над чем работать. Также в ходе встречи замглавы администрации развеяла слухи о закрытии детского дома номер 4, которые до недавнего времени упорно циркулировали в сети интернет. Детские дома могут быть закрыты, а, если в них не будет детей, то к чему мы стремимся, и, б, если, например, будут какие-то другие условия для пребывания этих детей, может быть, какая-то другая форма их пребывания, не детский дом, а семейный детский дом и так далее, и так далее. Это обсуждается, мы об этом говорим, но о закрытии на данный момент сейчас речи не идет. Как признали участники встречи, городом без сирот Петрозаводск станет еще очень нескоро. Эта проблема полностью не решена даже в самых благополучных государствах мира. Однако хотя бы немного повлиять на сложившуюся ситуацию, приняв ребенка в семью, может каждый петрозаводчанин. К слову, таким семьям государство выплачивает единовременное пособие – 100 тысяч рублей. Главное, чтобы эта стимулирующая выплата не стала основным мотивом усыновления. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал НЕКО+. В Петрозаводске сгорела фура, перевозившая скутеры, а на улице Парковой из-под земли больше двух недель течет вода. Эти и другие новости столицы Карелии у нашего дежурного по городу Ефима Овчинникова. Улица Парковая для горожан превратилась в непреодолимую полосу препятствий. Долгое время ее заливают водой из люка и, как ни стараются коммунальщики, сделать ничего не могут. Алексей Клеменков – инвалид первой группы. Каждый день по улице Парковой ему приходится ходить в поликлинику на процедуры. Последние две недели времени на дорогу уходит больше обычного. Мне кажется, наплевать здесь, как я относился просто. Если не могут приехать, то починить трубу. Просто один раз я упал слишком. Коленом ударился и рукой больной. А вода все бежит. Ее откачивают практически ежедневно. И горожане слышат уже привычное. Сделаем, когда не знаем. Приезжают, откачивают колодцы, причины нет. Вода течет. И вы понимаете, как эта улица связана? Дети ходят по утрам в школу. Люди ходят в больницу республиканскую. Вот соседи не могут даже за водой подняться. Как нам сообщили в пресс-службе Петрозаводских коммунальных систем, для устранения аварии потребовалось время, чтобы провести подготовительную работу и не прекращать подачу воды в окрестные жилые дома. Течь в трубе пообещали устранить не позднее 20 марта. Алексей Клеменков очень этого ждет. А эти кадры любителям мотоциклов, мопедов лучше и не смотреть. Больно. На Шуйском шоссе сгорела фура, перевозившая скутеры. В огне их погибло около двух десятков. Серьезно повреждена и сама машина, а водитель обжег руку, когда пытался потушить пожар. В одиночку справиться с огнем не получилось. На помощь пришли сотрудники МЧС. Один прицеп отвоевать удалось, второй выгорел полностью. А с ним и все содержимое. Ущерб более чем серьезный. Один только кран в этой машине стоит 2 миллиона рублей. Стоимость каждого скутера от 25 тысяч. И самое печальное. По словам водителя фуры, почти все, что сгорело, не было застраховано. Причина пожара устанавливается. И еще происшествие в Петрозаводске. Его запечатлел видеорегистратор одного из автолюбителей. Девушка переходила дорогу на улице Антикайнина, причем на зеленый свет. В результате происшествия девушка получила сотрясение мозга. За ней наблюдают врачи. Вот таким мы увидели наш город сегодня. Ну а если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Три тысячи иностранных рабочих из Турции и Узбекистана прибудут в Карелию для строительства разных объектов. И все по закону, по квоте. Между тем, местные строители трудятся за скромные деньги и в непростых условиях. Такие новости привезла наш корреспондент Анастасия Мячина с ярмарки вакансий. Нехватка рабочих рук – это реалии последних лет не только в Карелии, но и по всей стране. Все отрасли от промышленности до строительства нуждаются в тех, кто умеет работать не только головой. На ярмарку вакансий в Петрозаводск в этом году приехали работодатели из Вологодской, Мурманской и Ленинградской области. Один только Петербург привез 70 тысяч вакансий. Современная молодежь знает – на ярмарке можно найти себя. Сегодня Эрик пришел помочь устроиться товарищу, а год назад он сам нашел здесь вакансию строителя. Я закончил училище, перешел в центр занятости, постоял там, мне предложили несколько организаций, в которых я могу работать. И вот выбрал организацию и пошел просто, прошел собеседование и устроился. Строитель сегодня – одна из самых востребованных вакансий в республике. Но, как ни странно, деньги за свой труд строители получают очень скромные. Новость о том, что в Карелию приедут 3000 иностранцев строить новые торговые центры и сельхозобъекты нас немало удивила. В Минстрое ответствуют – в этом нет ничего необычного и страшного. Мы из года в год имеем квоту на этот год 2509. Но поскольку «Марашстрой» выиграл конкурс, еще одна санкт-петербургская фирма выиграла конкурс на строительство коровников в Ладвии, они дополнительно подали заявку порядка на 1400 человек. Именно с помощью ярмарки и приглашенных на нее соседей со всего Северо-Запада можно исправить ситуацию в Карелии, уверен замминистра. Работодатели должны понимать – сейчас идет борьба за рабочую силу. Если они не будут предлагать хорошую заработную плату, хорошие условия, то уедут из Карелии, ребята, туда работать, Новгородскую область, тот же сегодня Нерпа присутствует, Мурманская область, Череповец. Поэтому они должны понимать, что сегодня надо и достойно платить, а чтобы достойно платить, надо правильно организовать труд. То же самое можно сказать и про карельских выпускников. Половина из них по окончании школы отправляются на учебу в другие города и зачастую остаются там работать и жить. И тут республика теряет кадры. Несмотря на то, что ярмарка ориентирована на молодежь, половина соискателей сегодня – взрослые люди. Год назад Дмитрия уволили с железной дороги. Работая то там, то сям, он смог купить автомобиль и отправился на поиски новой работы. Возможно, это будет и водитель какого-то человека, то есть в организацию, где требуются люди для развода, скажем так, рабочего персонала. Сидеть дома нельзя, надо от чего-то зарабатывать, потому что семья состоит из четырех человек, не считая еще попугая Кеша. В ярмарке участвуют и центры занятости. Они готовы бесплатно учить и переучивать и молодежь, и взрослых. Все это при условии, что вы официально являетесь безработным. Сегодня в поиске себя находится больше семи тысяч жителей Карелии. Вакансий намного больше. Впрочем, говорят специалисты, здесь всегда будет дисбаланс. Ведь помимо реально неработающих людей, вакансии ищут и те, кто имеет работу, но желает ее сменить. Анастасия Мячина, Максим Шумейко, телеканал НИКО+. Вы смотрите новости телеканала НИКО+. Мы продолжаем. В Петрозаводске проходит конкурс «Книга года 2012». В Национальной библиотеке Карелии члены экспертного совета изучают издания, которые увидели свет в прошлом году, а карельские издательства знакомят читателей со своей продукцией. На презентации издательства «Острова» побывала наша съемочная группа. За 9 лет работы на книжном рынке издательству удавалось неоднократно брать первые премии и специальные призы на «Книги года». Особую славу «Островам» принес «Новый завет», проиллюстрированный знаменитым карельским художником Мюдом Мечевым. Благодаря этим уникальным иллюстрациям издание получило золотую медаль Академии художеств России. В этом году мы намерены продолжить эту тему евангельскую и готовим второй том, куда войдут «Деяния апостолов» и «Акалипсис». Другим успешным проектом издательства по праву считается историко-биографическая серия о знаменитых жителях Карелии. Здесь в первую очередь нужно назвать книги Юрия Шлейкина «Время Александра Шлямина» и «Выбор генерала Мяукина», а также автобиографическое издание «Объектив истории», которое рассказывает читателю о жизни и судьбе знаменитого карельского фотографа Семена Ароновича Майстермана, а также об истории нашей страны за последние 50 лет. Ровно столько проработал Семен Аронович фотокорреспондентом агентства «Итартас». Книга вышла, к сожалению, мизерным тиражом, потому что такое издание очень дорого стоит, и мне помогли друзья. Сейчас, к счастью, видимо, будет повторение тиража, и тогда уже, может быть, и эта книга может попасть и к читателям. Церемония подведения итогов конкурса «Книга года-2012» состоится 19 апреля. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс». Это все новости на сегодня. Смотрите их и в интернете на сайте nika.defismedia.ru В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и только хороших новостей. Читайте в свежем номере еженедельника ТВР «Панорама». 15 вагонов под откос. Очередная крупная авария под бесовцом. Ни шашечек, ни чеков. Почему службы такси так и не начали работать по закону? Город моего дела. Новый фотоконкурс о Петрозаводске и его жителях на призы ТВР «Панорамы». Это и многое другое в свежем номере еженедельника ТВР «Панорама».